Я взял нож для газонокосилки, и я вижу то, что, допустим, вот эта сейчас вся ручная на шлифовальном, на ленточном станке работа, немного для него будет грубовато. Поэтому я сейчас перебегу к станку ADEMS PRO 2. И я бы хотел все-таки именно продемонстрировать заточку на этом станке. Почему? Потому что здесь я могу установить угол заточки, и он будет равен 60 градусам. Пока Владимир настраивает станок, мне бы хотелось вкратце и быстро очень рассказать об этом станке. Станок ADEMS PRO 2 является продолжением нашего бестселлера станка ADEMS PRO. Эта усовершенствованная модель заключается в том, что усовершенствование заключается в более мощном двигателе, круги на 150 мм диаметр, возможность имеется подключения частотного преобразователя. И, соответственно, потенциал данного станка заключается не только в заточке ножей и ножниц, но и мы здесь можем делать хайнингование парикмахерских ножниц, заточку маникюрного инструмента и полировку. И также при наличии круга для микронасечки, соответственно, выполнять нанесение микронасечки на парикмахерские ножницы. Но сейчас мы выполняем заточку нажатой газонокосилки на станке ADEMS PRO 2. То есть абразив здесь установлен сейчас в данном случае электрокорунд зерно F180. Обороты я, ну, в данном случае сейчас поставил 2,280. И вот таким вот движением... Сейчас нашего оператора также попрошу подойти поближе, чтобы было видно. Да, все хорошо видно. То есть здесь вот буквально будет там несколько, ну, может быть, десяток проводок. И я уже выхожу на режущую кромку. И все мы понимаем, что нож для газонокосилки, он, ну, настолько... Ну, как это сказать по-русски? Настолько дубовый, ну, в плане того, что снимать здесь заусенец, ну, можно этого и не делать. Потому что, опять же, при первом же там вращении, при проходе там одного метра скошенной травы, от этого заусенца ничего не останется. Но режущая кромка уже будет работать именно не на смахивание травы, и не на ее излом, а именно на подрезание этой травы. Тем более, опять же, не исключены вероятности того, что попадется и камень, и может железка быть воткнутая в землю. Вот. И еще такой момент, то есть мне задавали вот недавно вопрос, ну, вот идеальная, как бы, да, ну, видно идеальная фаска, ровная. То есть, предыдущая режущая кромка? Да, вот она. Она сделана на нескольких, точнее, на станке здесь несколько поверхностей, ну, такие вот переходы, заломы, ребра, и вот наша кромочка. То есть она, ну, фаска, точнее, она идеальная. То есть, ну, вывели, вышли на режущую кромку. Так вот, хотел просто еще такой момент сказать. Просто некоторые, ну, скажем так, пользователи газонокосилок задают вопрос, а нужно ли делать развесовку? Я вам скажу нет. Почему? Потому что, ну, в данном случае я не делаю развесовки по той простой причине, что съем металла, он примерно одинаков и нарушив, ну, как бы, вес одного края по отношению к другому. В несколько граммов. Да. Незначительный, скорее всего, да? Ну, на какой-то, на один грамм, да, это незначительно. Вот, а здесь я могу просто сказать, если вдруг был пойман камень или какая-то, ну, жесткая поверхность, то есть нужно обратить, и газонокосилка начинает трясти, то нужно обратить именно на, уже не на сам нос и не на его развесовку, а нужно обратить на саму ось. Потому что, как правило, если нет переходника, который спасает ось от поломки, либо, ну, то есть, чтобы она погнулась, то будет погнута ось, и здесь либо замена двигателя, либо будете пользоваться тем, чем есть. Поэтому, как бы, грешить на то, что мы не затачиваем или, там, снимаем огромное количество металла, я вот, ну, здесь вот просто говорю, что этого не происходит. Поэтому вот такой вот заточки достаточно для того, чтобы газонокосилка работала, ну, и за такую работу мы берем от 150 рублей. Ну, получается, по 75 рублей на сторону. Тоже очень недорогой такой бюджетный вариант заточки. Ну, так как здесь была вот эта сторона сильнее повреждена, я ей сейчас секунд на 30 отдам времени больше, нежели чем той стороне. Угол один и тот же, количество металла будет снято, ну, фактически тоже. Ну, вот не вышел я на вершину самой вот этой фаски, то есть здесь можно, конечно, сейчас, ну, еще одну минуту я нашего драгоценного времени. Доводит инструмент до идеального состояния или около идеального. К нам поступил вопрос по поводу доли заточки бытового и садового инструмента в мастерской. Напомню, Владимир Сидоренко является преподавателем нашей Международной Академии заточек. Также он является предпринимателем, у которого есть студия заточки АДЭМ в городе Самары, в которой он оказывает коммерческую заточку уже не первый год. И уже открываем не первое предприятие. Поэтому опыт в этом деле и в соотношении инструментов у него уже есть, есть определенная статистика. Так вот, мы рассматривали статистику за последние два года и увидели, что, во-первых, садовый инструмент это сезонная работа, естественно, у него есть спады и подъемы. Сейчас, я как раз напомню, май, и это самый-самый горячий период по заточке инструмента. Например, вот реально сегодня в условиях пандемии не все могут выйти. Очень бывает у парикмахеров, маникюрчейс, мало работы, но сельхозяйственные работы, они не заканчиваются. И люди сейчас, вот сегодня внесут основное, это вот 90-100%, это именно садовый бытовой инструмент, даже больше садового инструмента. Если говорить в общей доле и разделить это на весь год, то в среднем это где-то от 35 до 50% всего инструмента, который затачивает индивидуальный предприниматель Владимир Сидоренов. Я правильно ответил? Да. Итак, вот мы показываем, как мы заточили нож. Вот этот нож для газонокосилки, я думаю, что он с завода не был так хорошо заточен. Вот, поэтому, или кто-то пытался проявить свои заточные, так скажем, заточное мастерство в ручной заточке, которая, конечно, от станочной заточки далека от нашего результата. Итак, нож для газонокосилки. Времени на это нужно при сноровке 10 минут, при готовом инструменте заработать на этом, Владимир, сколько можно? Ну, мы берем от 150 рублей до 300, в зависимости от степени износа. Степень износа, глубина каких-то забоев и все остальное. Итак, 150-300 рублей с одного ножа. Время 10 минут. Да.